Звучит музыка Дорогие зрители, здравствуйте, Елена Григорьевна. Отец Виталий, вот скажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, мы часто говорим эти слова, но что все-таки под ними подразумевает церковь? Нет выше любви, чем жизнь свою дать за други свои, сказал Господь. Под любовью к ближнему мы, точнее мы, а церковь подразумевает подвиг самопожертвования. Когда человек, учась любить Бога, учится забывать о себе. И через это забвение в ближнем видит его образ Божий и стремится ему служить как самому Господу. Вот это жертвенное самоотречение, жертвенное служение Богу и ближнему, оно рождает в сердце истинную любовь, про которую апостол Павел сказал, что что толку от того, что я имею веру такую, что могу горы передвигать? Если во мне любви нет, я как барабан пустой. Что толку от того, что я имение свое раздам, а тело свое дам насаждение? Любовь долго терпит нищего своего и так далее. То есть это то главное качество, без которого невозможно быть в Царстве Небесном. Вот мы часто говорим, что вера, и в том числе и любовь, она крепка делами. Вот скажите, пожалуйста, какие должны быть дела для верующего человека? Сугубо, как говорится, в ограде церковные или и светские какие-то? Ну, верующий человек, он не может быть разным. Не может быть разным в храме, одним, дома совершенно другим, на работе третьим. Господь, он всегда один и тот же. Он неизменен, вечен, он абсолют. И вот человек верующий, он, сочетаясь со Христом, должен быть тоже одним и тем же везде. То есть искренне любящим Бога и ближнего. И совершая какие-то дела, он всегда должен помнить о том, что он, как Господь говорит, делает, кто сделал для одного из малых сил, кто сделал для меня. То есть делая какие-то дела для ближнего, всегда видеть в нем образ Божий. Даже несмотря на то, что этот человек может оказываться ворливым или там окаянным грешником, все равно стремиться видеть в нем образ Божий. Грех мы отторгаем от себя внутренне, мы с ним боремся, с грехом мы не соглашаемся. А человека любим. Как апостол Павел говорил, наша брань не против плоти и крови, то есть не против человека, а против духов злобы под небес, против дьявола и без, которые нас друг против друга настраивают. Лишает возможности быть в единении, в единомыслии, в любви друг к другу. И вот это духовное брание, оно заключается в молитве, в обуздании своих страстей, в стремлении простить и оправдать другого человека в своих глазах. И без этого невозможно быть настоящим крестьянином вообще нигде, ни в храме, нигде. Потому что человек может работать в храме. А знаете, как один священнослужитель шутил, говорит, вот удивительная вещь получается, замечательная девушка и церковь. Две вещи очень высокие, внутренне красивые. Но если они соединяются вместе, то со временем она превращается в приходскую ведьму. Вот отчего так происходит? От того, что человек не научился внешнему, но не научился внутреннему. Ведь главное, то ради чего мы делаем, поклоны, посты совершаем, учимся молитве, чтобы стяжать смирение и через смирение обрести любовь. Вот даже преподобный Исаак Сирин говорит, «Благодать Божия подается человеку не за добродетели, которые он совершает. То есть не просто за добрые дела. Помощь ближним, нуждающимся, посещение тех, кто голоден, в тюрьме находится, в больнице. И даже не ради труды, ради этих добродетелей дается благодать Божия. То есть не просто за то, что человек лишает себя сна, лишает себя каких-то благ, удовольствий, трудясь ради вот этой любви к ближнему, ради любви к Богу. А за что же он получает благодать Божию? А за то смирение, которое он обретает, неся подвиг этих домродетелей. Вот любовь к ближнему, как мы знаем, это и подача милостыни. Точно такая вот чисто материальная помощь, да? Но вот подаватели, спрашивают некоторые, допустим, нищим, для многих из них вот собрание вот такой милостыни стало как бы, ну даже как бы своеобразной работой. Да, бизнесом, когда они могут учить на коммерческих отделениях, знаю таких людей, вот своих детей и внуков. Я вот знаю, вот у нас у храма стоят, ну не у нашего другого, собирают милостыни, потом зашлось, там сотовый телефон достал, раз, позвонил. Хотя на самом деле люди бедные, но без сотового телефона жить не могут. Вот подаватели им? Ну, во-первых, мы должны оценить внутренний себя. Если мы совершенны, то подавать надо всем. Почему? Потому что Господь, Он Сам все рассудит. И вот важно, чтобы эта милостына не была формальной. Я лучше 10 рублей дам, чтобы от него отделаться, чтобы он меня не мучил, там головной боль мне не создавал. Вот. А все-таки мы люди несовершенные. Почему? Вот я сразу сказал, что если человек совершенен. Есть история такая, вот из, по-моему, «Жития святого» какого-то читал, или вот что-то такое. Значит, один купец, заходя в храм, увидел зимой человека, нищего у храма, замерзшего, истерзанного. И он выходил уже со службы, была проповедь о милосердии, он снял с себя шубу очень дорогую и ему отдал. Через какое-то время он, возвращаясь в храм, нашел этого человека пьяным и без этой шубы. И он настолько сокрушался, что когда зашел в храм, он сразу подошел к батюшке. Батюшка вот хотел исповедоваться, потому что, ну, такая у меня сейчас обида и боль на этого нищего. А батюшку ему сказал очень мудрую вещь, знаешь, а ведь Господь твою жертву принял. Ведь это он сам будет отвечать за свой поступок. Вот. Все зависит от каждой конкретной ситуации. Если у вас нет такой возможности широко подавать милостыню, то есть святые отцы, которые говорят, подавай милостыню так, чтобы она вспотела в твоей руке. То есть, подавай тому, который на самом деле искренне нуждается. Вот. Если это нет возможности широко оказывать милостыню, просто надо выбрать тех людей, найти тех, кому эта помощь реально нужна. Но вот тогда надо действовать по любви. Не просто формально, надо тебе 50 рублей, вот, и забыл про тебя. А вот, видите, ребенок у храм стоит, поинтересоваться, а почему он здесь стоит? Кто у него родители? Почему? Что с ним происходит? Ведь на самом деле ребенок нуждается не в 50 рублях. Он нуждается в одежде, в пропитании, в обучении. Он нуждается вообще в любви. И вот не оказывается равнодушным к этому ребенку. Потому что у меня есть случай, когда мальчик просил милостыню, и человек возле столовой, там, столовая, где люди приходили обедом с разных организаций. И вот не оказался равнодушным к этому мальчику. И выяснилось, что он живет в колодце. Он его сначала накормил здесь в столовой, а потом выяснил, какие у него родители. Выяснилось, что этот ребенок некрещеный. Потом он стал его крестным. Вот этот ребенок крестился. И знаете, из колодцев он сейчас стал военным и служит в армии на флоте. То есть, вот понимаете, так бы он превратился в какой-нибудь там беспризорник. Потому что у него там уже были... То есть он стал, ну, чуть-чуть в милиции. Там тяжелая жизнь была. Мать одна их так воспитывала, там, трое детей в семье. А вот так нашелся человек. Не оказался равнодушным. Был верующий человек. Крестил его. Потом крестил его брата. Но брат оказался не настолько вот, как бы, в таких доверительных отношениях. Ну, он сам не захотел. А вот этот там пацан, он стал настоящим таким крестником. В храм стал так периодически ходить. Конечно, жизнь там радикального усилия не изменилась. Но очень от многого он избавился. Самое главное, он стал человеком. Вот мы с вами сейчас говорили о материальной помощи. А вот то, что касается духовной. Вот может ли милинин, человек светский, давать духовные советы? Или это прерогатива только батюшки? Ну, вы знаете, если вас спрашивают о вере, конечно, обязательно надо отвечать. Обязательно надо жить своей верой. Являть пример этой веры. И обязательно к вам появится вопрос. Обязательно. Господь, возможно, именно через вас, желает кого-то уразуметь. И поэтому, конечно, не впадать в состояние прелести. Трезво давая отчет, что я человек грешный. И после того, совет, который я дал, сказать, ну, лучше, конечно, исходить с пресси у батюшки. Для собственного смирения и, возможно, для пользы этого человека. Но на вопрос ответить. Другое дело, что не надо свою веру навязывать. Это вызывает отторжение. Особенно тот же случай такой, когда семья не церковная. У них был ребенок монах. Так бывает часто. И он приставился ко Господу. И пригласили на поминки архиерея, который там жил в этом монастыре, монахов. И была среда, а они накрыли стол скоромный. И архиереи есть скоромные. Все едят скоромные, а два монаха сидят, голову опустили, ничего не едят. И родители спрашивают у владыки, а что они не едят? Владык спрашивает, отцы, а вы что не вкушаете? Они такие понимают, владык, так ведь пост же. Владык говорит, слышали пост? Все скоромные отложили. То есть архиерей ел из любви к этим родителям. Он из двух зол выбрал меньшее. Лучше пост нарушить, чем оскорбливать этих людей. Как-то не поливы к ним своей любви. Понимаете? А монахи были еще несовершенны. Вот они, конечно, духовно слабы еще были. И поэтому очень важно нам действовать всегда по любви. По любви. И если вы видите, что человек не желает это слышать, не найдет свое мнение. Вот особенно болтливым я благословляю так, что пока не спросили, не говорите. Свое мнение не говорите, пока не спросили. Спросили, вот тут должен от а до я знать свою веру, чтобы все по полочкам разложить. Вот если мы говорим о любви к ближнему, допустим, вот такая ситуация. Один человек делает, помогает другому. Ну, по его просьбе, быть может. Ну, и в то же время начинает ему выговаривать. Вот да, я тебе, конечно, дам, помогу. Но вот ты не так живешь, неправильно тебе нужно вот так, так быть. То есть, как бы вот видит соринку-то в чужом глазу, а бревна в собственном не видит. Вот считается это вот любовью к ближнему, что несмотря на то, что ты помог, но ты выговорил человеку. Ты знаете, если этот человек такого вида безопределенного места жительства, от него пахнет перегаром, и вот тут можно и встряхнуть, конечно, чтобы человек задумался о своей жизни. А если это человек, который на самом деле нуждается в помощи, а не просто там просит на рюмку водки, то, естественно, здесь любовь совершенно в другом. В том, чтобы не обидеть человека, чтобы не оскорбить и не унизить, не превознестись над ним тем, что ты имеешь, а он не имеет. Тем, что ты понимаешь, он-то не понимает. Но другое дело, когда он спрашивает. А когда не спрашивает, то лучше не оскорблять своим мнением о его жизни этого человека. – И вот еще такой вопрос, отец Виталий. Вот когда человек как бы все больше стремится к церкви, становится воцерковленным, то зачастую как-то вот разрушается взаимопонимание семьи, с близкими, с родными, с друзьями. Вот как во имя любви с ними, ну, не ссориться, не поссориться? – С этим, к сожалению, часто сталкиваются люди, начинающие свой путь ко Христу, с тем, что возникает непонимание. Человек, когда не понимает, он боится. Естественно, он боится своего сродника. Это происходит искренне. Это происходит искренне. Вот у меня сын начал поститься, мать из-за этого очень сильно тревожится. И мы специально, вот я руководитель отдела по делу молодежи, для такой молодежи, чьи родители очень сильно переживают за судьбу детей, вот, не дай бог, станет монахом, вот, мы проводили такие встречи. То есть ребята готовили какое-то к празднику поздравление, там, на Масленицу, так, поздравляли, небольшой концерт. И потом была беседа со священником. И вот беседу мы первый раз даже попросили выйти молодежь, чтобы именно послушать родителей, их мнение, что они думают по этому поводу. И вот, на самом деле, родители, они искренне переживают, они хотят своему сыну лучше. Просто происходит это из-за незнания. Со временем они поймут, увидят, узнают, что это не так страшно, что пост это не голодовка, что пришел человек в церковь, это не значит, что он станет бабушкой в сереньком платочке, что карьера там его погублена, что детей не будет, он же монахом станет, то есть внучков не понячим. Это вовсе не так, конечно. Но люди не понимают, боятся, поэтому очень важно потерпеть. Не перечти им, попросить прощения, быть с ними ласковым, внимательным, молиться за них, проявлять свою любовь и показывать, что это приносит вам пользу. Что внутренне, совершенствуясь, вы несете в дом любовь, что вы становитесь лучше. Когда родители увидят, что, или там родственники, что вы становитесь лучше, что вы их еще больше от этого любите, что вы становитесь человеком с большой буквы, да они успокоятся со временем. И будут сами у вас спрашивать, и за вами пойдут. «Стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся», – говорит преподаватель Серафим Суровский. Спасибо большое, Тес Виталий. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин